Ну что, дорогие друзья, добрый день. Итак, второй час. И у нас в студии сегодня интересный человек. Это мастер спорта России подзюдо. Олег Устюжин. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня будем говорить про спорт и вообще, имеют ли место быть в нашей современной жизни такие вот виды спорта, как восточные единоборства. Ну потому что, если вот мы сейчас помним, как бы, да, волна вот 80-х годов, когда мы впервые увидели, ну или даже вот где-то вот ближе к 90-м годам, это фильмы с участием Джеки Чана, Брюса Ли, да, легендарного. И, кстати, вот на последний такой скандально, так сказать, который вот только-только вот все там и обсуждают, это премия Оскар, да, вручение, то есть за вклад вручили Джеки Чану. Да, все верно. Скажите, пожалуйста, у нас в Якутске как сейчас обстоит дело вот с этим делом, с восточными единоборствами? Или же все-таки у нас, ну вот смотришь, да, все как бы, ну, выглядят все как бы, вот молодые ребята, это вот какие-то там метросексуалы, там, какие-то хипстеры, да. Вот, но как-то вот, как раньше там, ну или как вот? Да, знаете, так, всем здравствуйте, да. Да, этому придало большое значение именно вот эти актеры, да, была эпоха, сильная эпоха развития карате, Киака Шинкай, боевых искусств, Брюс Ли, мы знаем, да, актеров Джеки Чан, Стивен Сигал. То есть они придали большой авторитет и значимость для развития этих видов спорта, да, и действительно многие занимались, всем помним, 90-е, да, залы были забиты. То есть сейчас это тоже есть, конечно, но эти виды спорта, я так скажу, под утихли, такие как карате, айкидо, сейчас активно прогрессирует дзюдо, да, борьба вольная. Мы постоянно эти виды спорта на телеэкранах, как транслируют Олимпийские игры, чемпионаты мира. Ну, я сам тренер по дзюдо, уже с третьего класса занимаюсь, получается, вот, мне он 27, если посчитать. Ярким примером тому служит и наш президент России Владимир Владимирович Путин, да, он дзюдоист, все мы знаем, обладатель восьмого дана, большой вклад внес в развитие дзюдо в России. И мы все стали свидетелями Олимпийских игр, да, где Лондон, где три золотых медали завоевали россияне, три золотых, одна серебряная, бронза, это был триумф наш. После большого перерыва, спустя 32 года, у нас появилось Олимпийское золото под дзюдо. Вот, ну, я скажу, что у нас республика очень спортивная, очень спортивная, да, я был в многих городах России, и небо и земля, честно говоря. У нас очень хорошо развивает спорт, у нас строятся спортивные объекты, у нас проводится, хорошо работает министерство спорта. Как вы видите, у нас международные спортивные игры проходят раз в четыре года, чемпионаты мира в России, то есть в этом большой плюс у нас, у нас все развито. И я скажу про единоборство, тоже единоборство. К единоборствам что? Что такое единоборство? Это те виды спорта, где, ну, простыми словами объясните, каждый за себя, то есть человек выходит бороться с своим соперником. Ну, смотрите, Олег, да, вот, если окунуться в историю, это, значит, дзюдо, это мягкий путь или, как там, гибкий путь, да, то есть, в принципе, это борьба тоже, как бы, она образовалась, это Япония же, да, ну, как родина. И век, в общем-то, ну, скажем так. Да, основанием его является... Скажем так, недавно. Ну, как сказать. Основанием его является Дзегора Кана, да, это философ японский. Он придумал борьбу эту, раньше она называлась джиу-джитсу, да, то есть, это был боевой раздел, он нёс себе дзюдо. Но вторая половина 19 века вот сформировалась, как школа, как борьба. В Японии это был прикладной вид спорта, где он применялся в органах полиции. И, то есть, дальше Дзегора Кана поехал развивать по странам и внёс, в Россию принёс этот вид спорта Василий Ощепков. Василий Ощепков, это он служил в рядах Японии и сам он приморчанин, то есть, он обучался этому виду спорта и в Владивостоке, в Приморье он начал обучать технике дзюдо. И по сей день оно практически находится на втором месте по рейтингам после футбола, так скажем, под консляцией. А самбо как? Вот как раз же он тоже внёс Ощепков, вот, в Приморье рассказываешь. Ощепков, да. Самбо, ну, то есть, из дзюдо пошло самбо. Интересно, это не... Самбо это не олимпийский вид спорта, почему? Потому что, как вам объяснить, всё-таки, как выбирает в олимпийские виды спорта определённые, да, виды спорта? География, ещё не охвачена география, она развита, самбо развита хорошо у нас в странах СНГ, в Азии. То есть, ну, взять, допустим, Европа, на первенствах Европы выступают у нас в основном кто? Украина, Белоруссия, ну, то есть, Болгария. То есть, ещё пока... Конечно, мы все мечтаем, хотим, чтобы самбо было в олимпийской программе. Ну, в общем-то, это российский, как бы, вид спорта. Это российская борьба, это национальный вид спорта, он очень хороший. Самозащита без оружия, вот так переводится. Самозащита без оружия, да. Есть, конечно, ещё и боевой самбо-раздел, да, тому даёт значение и популяризацию, это где уже применяется ударная техника. Ну, то есть, смотрите, вот я хочу как бы подчеркнуть, да, что в своё время, почему самбо у нас как бы образовалось, это симбиоз различных видов рукопашного боя всех тех народов, кстати, ну, как в Википедии говорится, да, которые проживали, вот в СССР вошли, это и грузины внесли вклад свой, и татары, и буряты, да, то есть очень-очень большой, огромный и киргизская, так, там, и киргизская, по-моему, борьба, да, и азербайджанская, да. То есть, все-все виды, они как бы симбиоз получился, вот это вот самбо, самозащита, и для, развивалось это дело для того, чтобы, как сказать, чем-то занять беспризорников, ну, и борьба с бандитизмом, да, 20-30-е годы. Ну, всё верно, конечно, то есть, ну, и оно было, допустим, возвращаясь к теме Ощепкова, его осудили за это, конечно, что он начал развивать дзюдо, да, в советское время, это как уже его... Вражеский такой. Да, вражеский, шпионизм, капиталистический. Капиталистический, и за это его, конечно, осудили, и, то есть, ну... Ну, то есть, самбо, это, по сути, был наш ответ, как бы, вот, капиталистическим странам, то есть, у нас тоже есть такая какая-то передовая борьба. Всё верно, да. Конечно, у нас был момент, когда можно было при Горбачёве, то есть, включить в программу Олимпийских игр, ну, там, в связи с политическими какими-то разногласиями, то есть, не получилось это сделать, это, конечно, для нас было упущение. Ну, я, кстати, вот была удивлена очень, да, что вот в 70-е годы именно самбисты, они даже побеждали дзюдоистов. То есть, это настолько какой-то вот такая универсальная такая борьба, даже где-то самой захотелось заняться, но, видимо, поздно. Потому что до сих пор мы пожимаем плоды советской школы, да, и практически все тренера, они те же и самбисты. Почему? Потому что всё-таки в советское время было развито, конечно же, самбо, вот, и, но... И, кстати, ГТО же тоже входило, да, как бы одна из дисциплин? ГТО, да, да, ГТО входило. Ну, так как дзюдо является сейчас Олимпийским видом спорта с 1964 года, его включили в программу Олимпийских игр в Токио, ну, и этому придаёт больше приоритет, конечно, и, то есть, в основном люди у нас... Но всё-таки сейчас дзюдо, как бы, оно как бы больше, ну, скажем так... Ну, конечно, ну, конечно, видите, Олимпийский вид спорта, это уже даёт большое значение, поэтому самбо... Входит в программу не Олимпийских игр, но Россия активно развивается развитием, чтобы всё-таки достичь этого, чтобы включили в программу Олимпийских игр, но я думаю, в ближайшие... Именно наши национальные виды спорта. Да, 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 да. Мы стали вот свидетелями того, что стал Олимпийский вид спорта карате, уже будет в Токио в 2020, да? Да, да. Какой-то... У них много видов, да, карта, Киакашин, Киакасинкай, то есть, ну, какой-то классический вид там определённый будет, и стал в программу Олимпийских... Это в переводе путь, как там, пустой руки, то есть, в руках ничего нет, это только вот какие-то там удары точечные руками, ногами... Точечные руками, ногами, да, фиксируются баллы, очки, там, попадания, то есть, ну, такой жёсткий вид спорта, красивый вид спорта, очень красивая демонстрация идёт этого вида спорта. Скажите, пожалуйста, а вот из всех этих видов спорта, которые вот вы перечислили, вот то, что мы сейчас обсуждаем, они все пропагандируют не только, ну, скажем так, вот физическую подготовку человека, его готовность защитить себя, семью, общество, но и какой-то вот интеллектуальный, как бы сказать, духовный путь. Обязательно, конечно, конечно, допустим, дзюдо, целью дзюдо является быть полезным гражданином общества, то есть, духовно себя развивать, там целый ритуал. Ну, то есть, получается, почему там гибкий путь, да, то есть, это, как бы, вот этот учитель первый, который, как бы, основал, да, вот эту школу, когда он боролся, как бы, он заметил, что, ну, или он во время урагана заметил, что все крупные, там, деревья были погнуты, побиты, как бы, и маленькое деревце, которое, как бы, устояло вот в эту непогоду, в стихию, и он был поражён, что, оказывается, как бы, даже, ну, как... Ну, как я поняла, да, что даже если ты, пусть, будешь маленького роста, там, какой-то там неказистый, там, какой-то вот, ну, как бы, да, но ты можешь выстоять, если ты будешь тренироваться. Конечно, если ты будешь тренироваться, действительно, дзюдо такой вид спорта, что он очень... И силу противника обернёшь против него. Да, использовать силу противника в свою пользу, то есть, дзюдо, то есть, бывает, проводятся соревнования, абсолютное первенство, где борется, да, там, выходит 100-килограммовый против, допустим, 70-килограммового, за счёт своей техники, введения разновесия, поймать момент... Это так можно, но... Да, да, можно. То есть, дзюдо есть такое абсолютное первенство, абсолютный чемпионат. То есть, там все веса перемешаны? Все веса, то есть, кто, вот, там, в России, ну, в мире это как проводится, кто 73 килограмма весит, он может участвовать в абсолютном чемпионате. И все между собой борются. И были такие случаи, когда, действительно, человек маленького роста веса, ну, то есть, побеждал больших за счёт того, что своей хитростью, ловкостью, комбинациями, обманными моментами, то есть, ну, сам вид спорта, он, любой вид спорта, то есть, демонстрирует, что комбинацию техники, обманные движения, то есть... Это нужно рассчитать, это, наверное, физика, да, тут и геометрия какая-то. Абсолютно скорость, и момент, и реакция, это всё должно присутствовать, должны мы всё это тренировать, развивать в человеке. То есть, не, ну, как вообще, вот, ну, у девушек, видимо, такое вот мнение, да, что... У блондинок, наверное, ну, и у меня, что если спорт, ну, наверное, как бы это... А всё-таки это интеллект огромный, да? Об огромном интеллект, да. Ну что, дорогие друзья, вот мы немножко прервёмся сейчас на рекламу, пожалуйста, не расходитесь, и мы продолжим. Можете задать свои вопросы, если заинтересовались нашей беседой. Дорогие друзья, продолжается наш эфир. Олег Устюжин в нашей студии, мастер спорта по дзюдо России. Все вопросы, пожалуйста, к нему. Ну, Олег, скажите, пожалуйста, вот когда можно начинать заниматься, с какого возраста, допустим, дзюдо или самбо, ну, или там другими видами восточных единоборств? Сейчас активная практика идёт в России, и в мире зарубежья, то есть мы берём детей от 4 лет. Программа дзюдо разработана для такого возраста, конечно, там всё, основной акцент идёт на развитие гибкости, ловкости, вестибулярного аппарата, то есть дисциплины ребёнка, развивающие игры обязательно, да. Всё, тренировка идёт в игровом стиле, чтобы детям нравилось, и тем самым мы привлекаем их в большой спорт, так скажем, вырабатывая в них привычку и любовь, ну, то есть к определённому виду спорта. Активно у нас в городе практикуется как и самбо, так и дзюдо, так и сейчас открылась и вольная борьба от 4 лет, где детишки приходят, как сказать, и, то есть после садика, да, это может быть вечернее время, да, удобно, группа выходного дня, ну, где занимаются, тренировка длится примерно у них 50 минут-час, вот. А это мальчики, девочки в основном? Это все, это мальчики и девочки, эти виды спорта. То есть девочки тоже занимаются? Девочки тоже занимаются хорошо, да. Им нравится? Им очень нравится, то есть они очень показывают хорошие результаты, девочки сами по себе очень дисциплинированы, в отличие, конечно, от мальчиков, да, допустим, смотришь, группа девочек занимается, а все тихо, молча стоят, послушные, но мальчиков, конечно, там такая весёлая тренировка, шумно, но, тем не менее, всё хорошо проходит, очень много занимается, проводится также соревнования не только по дзюдо, но и различные эстафеты, то есть это всё при зале. А вот эти соревнования, они, ну, скажем так, между детскими садами, там, или, не знаю, школами, они что выявляют и какую мотивацию несут детям? Они какую мотивацию несут, дети занимаются спортом, и мы уже объясняем, мотивируем тем, что вот, допустим, как, к примеру, мы проводим соревнования, всё, дети тренируются в клубе, их там 100 человек, как, ну, я взял опыт такой с Европы, то есть во Франции так проводят, в Болгарии, как мотивируют детей. Мы делим по четвёркам, да, то есть по группам, по росту, по весу, примерно по возрасту, и всё, и, то есть, дети между собой пробариваются, да, то есть по этим четвёркам, и по итогам первое, второе, третье место. Все награждены, все довольны, и это большая мотивация для ребёнка. Он дальше хочет оставаться, дальше хочет завоёвывать медали, это радость родителям, что их чадо уже занимается спортом. Уже какие-то успехи определённые показали. Да, это хороший психологический такой, как сказать, ему мотивация, стимул заниматься дальше. Также джудо, если мы говорим о джудо, это поясная система, да, он сдаёт экзамен на пояс, может, в 5-6 лет, да, он завоял уже после белого-жёлтый пояс, и, как минимум, ребёнок хочет остаться уже. В конце концов, вот если 4-х лет они занимаются, потом в подростком возрасте наверняка уже проблем каких-то не бывает, которые присущи вот сегодняшним подросткам, так называемый трудный возраст, да, то есть, когда психологически там различные какие-то заморочки начинаются между родителями там и ребёнком, да, то есть спорт это как бы нивелирует или как-то вот способствует мягкому прохождению вот этого периода жизни. Это составляющая часть жизни, я считаю, для ребёнка, для подростка. Во-первых, через спорт дети постигают трудности жизни, да, вырабатывают в себе. Учатся стойкости. Да, стойкости, такие развивают качество, как патриотизм, уважение к старшим, как-то дисциплина, то есть через спорт, я лично через спорт всё это получил, да. Многие дети воспитываются без отцов в наше время, да, и мы сейчас говорим... Особенно, если это, допустим, мама воспитывает ребёнка, то мальчика лучше бы отдать в такой сектор, да? Конечно, обязательно отдать. Многие родители вот сейчас в современное время, да, в наше время, многие жалеют детей, говорят там. Ну, мы даже сами с вами, может, говорим, что дети сейчас другие стали, там появились гаджеты, там не хотят заниматься, да. Это, ну, всему вину мы сами, то есть мы сами, мы должны, мы самые лучшие психологи. Помните был мультик такой, Масяня, я не знаю, куда он пропал, да? Да. Там такая была, как бы, ну, как бы сказать, существо такое, непонятного пола, с кругленькой головкой, тоненькими ручками, ножками. Вот примерно, вот как выглядят подростки сегодня, большинство, к сожалению. Сегодня мы всячески пытаемся привлекать детей к спорту, то есть заманивать их путём... Заманивать. Ну, уже это слово такое заманивание. Скажите, а как вот это, ну, дорогостоящий вид спорта, потому что, вот вы говорите, вот у нас много чего там строится, да, действительно, у нас много площадок спортивных, но, к сожалению, для, ну, я не знаю, для, ну, не хочу сказать, что для многих, но всё-таки для, есть люди, которые не могут себе позволить, если это многодетная семья, например, прийти и спокойно всем предоставить возможность заниматься детям. Потому что за всё надо платить. Всё верно, да. Ну, вообще, средняя цена по городу в секциях абонементов стоит, ну, 3 тысячи рублей, то есть в месяц. Я считаю, это как бы недорого. Что такое 3 тысячи рублей в месяц? Всё, это мы знаем. Скажите, а вот экипировка? Экипировка. По-разному. Смотрите, если мы говорим о дзюдо, то это, ну, кимоно на ребёнка стоит 3 тысячи рублей. В носках они занимаются, в кроссовках? Дети занимаются в кимоно. Как правило, есть два кимоно, есть белое, есть синее. Ну, детям достаточно одно кимоно белое для тренировок, и всё. С собой что? Они занимаются босиком, и всё, и главное, желание. То есть, в принципе, не так дорого, в общем. Не так дорого. А занимаются вот эти вот, они на татами, да, или маты, или что-то? Да, на татами, специально на татами, где, ну, то есть дзюдо – это броски. Отрабатываются. Броски. Ну, прежде чем ребёнок научился падать, то есть амплитудные броски бросают скоростные, мы учим их падение страховки. Это специальные такие хлопки, где они при падении делают хлопок, идёт вибрация от руки, и за счёт этого не больно, то есть при падении. А, то есть падать, в принципе, даже и… Страховка. Надо уметь правильно падать ещё. То есть назад броски, назад… То есть, если, допустим, ребёнок где-то уже на улице, он тоже может использовать… Конечно, да, применить. …поскользнулся, как говорится, в пральном поле. …поскользнулся, упал, да. И, ну, конечно, мы детей обязательно учим, чтобы они не применяли эти приёмы нигде, не в школе, потому что были случаи, да, когда… То есть на автоматизме, ну, как и любой другой вид спорта, человек всю жизнь занимается, у него это уже вырабатывается, такие какие-то реакции, чтобы они не применяли их ни в коем случае, не в школе, потому что это травматично. Вот. Ну и, как сказать, ну всё, у нас дети дружные. Скажите, а вот, ну да, это же и сам вид спорта, он пропагандирует как раз-таки… Да, да, уважение, да, ритуал, поклон, то есть это всё… То есть это чисто самозащита, самооборона, ну то есть, если по сути, как бы, когда была, создавалась или как? А, как сказать, всё верно, всё верно, это самозащита, конечно, то есть основой лежит, да, самооборона, национальный вид спорта какой-то либо страны, допустим, мы говорим о Японии, да, ну, конечно, придает, так сказать, ну это уникальный спорт, я считаю, что дзюдо, он развивает в себе всё, абсолютно, включать в себя, игры, и дети играют, играют, то есть борются, то есть и дисциплина хорошо потянута, олимпийский вид спорта… Развивается духовно. Духовно развивается, да, вот именно, то есть, кстати, даже вот фильмы есть, если видели, нет, гений дзюдо, то есть, человек, там, не помню, кто снимался, да, у него завтра схватка, он берёт кошку, да, и начинает её кидать, кошка разворачивается, на ноги встаёт, и он, глядя на кошку, на следующий день борется, его бросает, он на ноги встаёт, то есть, много мотивирующих фильмов, видео. Раньше, допустим, взять, 90-х годов не было ни Инстаграма, ни Ютуба, да, то есть, мы получали информацию, где-то у кого-то искали кассету, там, о, посмотреть чемпионат мира, столько впечатлений. По книжкам, по картинкам. Да, сейчас это просто перенасыщено всеми. Скажите, а вот взрослые к вам приходят, и, ну, когда могут заняться, с какого возраста, например, взрослые, есть какой-то потолок, вот, по возрасту, допустим? Возраст, главное, чтобы у взрослых позволяло здоровье, да, заниматься. Вот, заниматься спортом никогда не поздно. А здоровье это имеется в виду что? То есть, не было, чтобы никаких переломов, да, или что? Переломов, то есть, был нормально, то есть, если был какой-то перелом, то есть, прошёл нормальную реабилитацию, и потихоньку, постепенно, то есть, можно начинать, если у человека, допустим, была какая-то травма руки, он может акцентировать больше на ноги, то есть, на определённую руку. То есть, мы знаем, что есть же ещё и паралимпийские виды спорта, да, где также выступают, борются спортсмены, есть и дзюдо, там, и вольная борьба, да, вот, и люди с ограниченными возможностями выступают, борются, то есть, активно. Если мы говорим о взрослых, то неважно, возраст не имеет значения, главное, желание. Есть люди, которые не успели постичь, пропустили момент такой, в детстве не занимались, и хотят, ну, хотят, есть желание. Люди даже, когда в 30 лет приходят, есть такие в практике, вот, допустим, есть такие люди, которые в 30-30 лет начали заниматься и завоевали в больших высот спорте, стали чемпионами России, то есть, нету предела, возможности. Если было бы желание. Было бы желание, всё верно. Скажите, а вот мужчины в основном приходят к вам, ну, если среди взрослых вы занимаетесь, и женщины, может быть, есть девушки? Большинство, конечно, мужчины занимаются, да, но девушки тоже приходят. Вот. Мы сейчас, конечно, активно стараемся привлекать девочек маленьких в спорт, да, подростков, потому что, я говорю, в последние 5-10 лет хороший результат у нас, у республики. Много чемпионок России, участниц первенства Европы. Поэтому девочки, они молодцы, конечно. Ну, и... Но, может быть, многих девочек останавливает вот тот факт, что... Ну, или это не факт, что, допустим, если она будет заниматься какими-то там единоборствами, то есть она накачает там мускулатуру и превратится в конце концов. Эй, парень! Это часто такое, знаете, впечатление людей, такое часто встречаемое. Ой, я буду заниматься, у меня будет такая спина, у меня будут такие руки. Возможно, да, если вы будете активно, то есть пахать 3 раза в день, там, постоянно в сборах, да. Ну, а так тяжело такие мышцы накачать, на самом деле, и мужчине тоже. Если мы говорим определенный вид спорта, да, мы знаем вольная борьба. Вольная борьба, конечно, ну, сильно коррозит, так ломает. Наглядно, какие элементы уши ломают. Там, ну, спина такая бывает, да. Ну, что, дорогие друзья, очень интересно, конечно, и вообще виды спорта, вот эти вот восточные виды единоборства, они, оказывается, есть, живы, и будем надеяться, что как можно больше людей будет заниматься, увлекаться этим видом спорта. Большое огромное спасибо нашему гостю, приходите к нам еще, всего доброго. Спасибо вам, всего доброго.